Завершить реконструкцию 6 километров водовода в Слободе-Петрово, Советского района, до конца года. Такую задачу поставил губернатор сегодня на интерактивном приеме граждан. С просьбой о ремонте сетей обратилась жительница Слободы. Водопровод на территории Слободы был построен более 50 лет назад. Капитальный ремонт с момента строительства не рад и не проводился. В связи с большим износом водопроводных сетей происходят частые панели. Все, что связано с водой, мы главам об этом говорим, министерство знает, это приоритетные вопросы. Воду, как я иногда говорю, ничем просто не заменишь. Чистая вода есть чистая вода. Здоровье и так далее, и так далее. Поэтому возьмитесь и сделайте. 400 человек – большой населенный пункт. Нужно помочь людям, чтобы они имели эту услугу качественно. Губернатор поручил главе района взять вопрос под личный контроль. Под особым вниманием – маякап ремонт центральной улицы Вишневой в станице Кировской и Когольницкого района. В дождь по ней ни пройти, ни проехать из-за ямы Рытвин, рассказывает местный житель. В этом году ее обновят по нацпроекту, заверил Минтранс. Давайте сделаем этот объект к первому сентября. Давайте к первому. Ну, дети в школу, дети в сад. Ну, я понимаю, летом немножко покомфортнее даже по плохой дороге ехать. Но если уйдем в октябрь, дожди и так далее. Ну, что же мы будем там завершать? Непонятно. Положительно решен вопрос и по обновлению Дома культуры в Нижнем Калинове. Это центр культурной жизни сразу для четырех хуторов. Работу завершат до первого ноября. А к первому октября обновится уличное освещение в хуторе Ильинов Мартыновского района. Сейчас половина фонарей не работает. Продолжение следует...